На Ассамблее общественности по вопросам образования, что прошла в минувшей неделе в Саянске, педагоги города подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2018-2019 учебный год. С докладом выступила заместитель начальника управления образования Саянска Инна Кузюкова. Основной целью деятельности муниципальной системы образования города является обеспечение условий для предоставления населению доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в соответствии с комплексным инвестиционным планом развития моногорода. Для достижения поставленной цели на основании решения Ассамблеи Саянской общественности по вопросам образования от 28 августа 2017 года были определены приоритетные задачи. Задачи были направлены на обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В целях реализации поставленных задач управлением образования обеспечены организационно-управленческие механизмы и условия развития муниципальной системы образования. Структура муниципальной системы образования за прошедший учебный год не претерпела изменений и по-прежнему представлена семью общеобразовательными учреждениями, 10 учреждениями дошкольного образования, одним учреждением дополнительного образования для детей дома детского творчества созвездия и Центром развития образования города Саянска. Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования. Общая сумма затрат местного и областного бюджетов, направленная на обеспечение функционирования и развития системы образования города, в 2017 году составила 672 миллиона рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 169,5 миллиона, областного бюджета почти 506 миллионов рублей, доходов от платных услуг 4,9 миллиона рублей. В 2017 году произошло снижение объема финансирования по сравнению с 2016 годом на 8,6 миллионов рублей. Напомню, что с 2016 года осуществлен переход муниципальной системы образования на программный бюджет и практически все финансирование нашей системы осуществляется в рамках реализации муниципальной программы развития муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 год. Буквально на днях мы вносили в нее изменения до 2021 года. Кроме того, Управление образования является участником и соисполнителем таких муниципальных программ, как социальная поддержка населения, профилактика социально-негативных явлений, а также разработчиком и исполнителем муниципальной программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города. В 2017 году и за истекший период 2018 года соотношение размеров фактически выплаченной заработной платы по всем категориям педагогических работников с прогнозными показателями, определенными региональной дорожной картой, в Саянске 100%. С 1 января 2018 года наблюдается увеличение прогнозных показателей по школам на 7,9%, по дошкольным учреждениям на 18,5% и по дополнительному образованию на 14%. Среднесписочная численность работников сферы образования в 2017 году составила 1274 человека, без учета внешних совместителей. 701 педагогический работник непосредственно осуществляет образовательный процесс. Обеспеченность с кадрами составляет 95,1%, это на 1,2% ниже по сравнению с предыдущим годом. В общеобразовательных учреждениях работает 295 учителей. За два последних года численность учителей увеличилась на 14 человек. В городе ведется планомерная работа по привлечению специалистов в образовательные учреждения. За последние три года в Саянск прибыло 25 молодых специалистов, из них в настоящий момент работает 17. Одно из направлений работы по привлечению специалистов обеспечено шильем. Так, в 2017 году в оперативное управление образования было передано 6 квартир и 5 комнат в общежитии. Все жилые помещения сданы под ключ после проведения капитального ремонта. Таким образом, служебный жилищный фонд сферы образования сегодня насчитывает 31 квартиру, в которых проживают 42 работника с членами их семей. Две квартиры переданы в собственность педагогическим работникам. По уровню квалификации высшую квалификационную категорию имеет 83 человека, что составляет 12%. Данный показатель не меняется в течение двух лет. Первую категорию имеет 227 человек, это на 1,6% ниже, чем в 2017 году. Ну а суммарно первую высшую категорию имеет 44%, то есть меньше половины. В 2017 году продолжена работа по развитию педагогического потенциала, выявлению поддержки лучших учителей. 181 работник сферы образования города отмечен ведомственными наградами, что составляет 25,8% от общего количества. 306 человек имеют награды Министерства образования Иркутской области, 7 человек удостойны наград губернатора Иркутской области и 126 работников отмечены наградами мэра городского округа. Шестой год. Центр развития образования на базе города организует обучение студентов-заочников Иркутского регионального колледжа педагогического образования по специальности дошкольное образование, а с 2016-2017 учебного года и по специальности преподавание в начальных классах. В данном учебном году обучались 4 группы студентов, 64 педагога города. 8 июня 2018 года состоялся третий выпуск дипломированных студентов-дошкольников Саянска. 19 выпускникам присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и развитие эффективной кадровой политики, повышение социального статуса педагогических работников образовательных организаций, на протяжении нескольких лет реализуются профессиональные педагогические конкурсы. За прошлый учебный год 386 педагогов, больше 50% от общего количества, стали участниками профессиональных конкурсов. На достаточно высоком уровне находится эффективность участия. Вы видите, что победителями и призерами стали 186 педагогов, то есть почти половина. В конкурсе «Новая волна» в номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образовательной организации» среди 15 финалистов Иркутской области Андреевна Талия Петровна заняла второе место, став лауреатов. Впервые в Иркутской области в декабре 2017 года проходил региональный отраслевой чемпионат профессионального мастерства в сфере образования WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». Елена Геннадьевна Кудерова, воспитатель дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 25», стала его абсолютным победителем. Победителем конкурса на призреждение приеме губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2018 году стала Лаптева Ольга Тихоновна, учитель математики 4-й школы. Ну, давайте поздравим коллег. В конкурсе «Воспитатель года» в 2017-2018 году участвовали 9 педагогов дошкольных образовательных учреждений города. В конкурсе «Учитель года» 2017 принимали участие 7 педагогов. Традиционно победителям муниципального этапа вручены сертификаты на приобретение автомобиля. Победители городских конкурсов «Учитель года» Андрей Телегин и «Воспитатель года» Елена Бачкова представляли Саянск на областном конкурсе. Андрей Телегин стал одним из 15 лучших учителей области. Елена Бачкова стала лауреатом областного конкурса. К слову, в нынешнем году призовой фонд для победителей конкурсов профессионального мастерства увеличится до миллиона рублей. Лучший учитель и лучший воспитатель Саянска получат по полмиллиона рублей премии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин